Так, надо снять. Ага. Ребята, всем привет, добро пожаловать. Сегодня у меня начинается 3 на 3, как это называется, марафон. 3 на 3, я так понимаю, что в день ты читаешь по одной книге, учитывая то, что я пока еще вообще зеленка и не умею читать по одной книге в день. По крайней мере, мне так кажется. Посмотрим, как выйдет, конечно. Я бы очень хотела прочитать 3 книжки, но как пойдет, как говорится. Сегодня у меня среда. Я сейчас как раз заканчивала монтаж, оформление видео, запланировала публикацию. Я стараюсь в одно и то же время выкладывать, чтобы вы поскорее привыкли к моему расписанию. И по крайней мере, я стараюсь соответствовать расписанию. Я думаю, самые внимательные зрители заметили, что у меня видео выходит по средам и субботам. Я стараюсь выкладывать в 18 часов по московскому времени. Примерно. Я пока еще экспериментирую со временем выкладки. Короче, чего интересного. Сегодня я в видео, которое выйдет, поделюсь просто потрясающей книжкой, которую вот дочитала. И если вы удивляетесь, что я так выгляжу, просто я вчера рыдала среди ночи. И у меня такие синячищи под глазами, краснючие глаза, что просто пипец. Так что, мне кажется, я с этими патчами уже хожу три тысячелетия. Надо их срочно снимать, потому что мне всю кожу под глазами стянуло нафиг. Короче, эта книжка, это просто бомба. Пушка-раскривушка, отвал башки, задымление рассудка и слезоточивый газ. Все, вот все, это просто. Нет слов, одни эмоции, помереть. Можно какой прекрасный Джон Ирвинг. Да, и еще вот я хотела похвастаться перед вами своими очками. У меня отличное зрение, я все прекрасно вижу. Просто из-за того, что теперь мне приходится сидеть за компьютером и часто помногу монтировать, у меня такое впечатление создается в конце дня или утром после целого дня монтажа, что как будто мое глазное яблоко достали из моей головы, посыпали это песком дробленым и вместе со стеклом и засунули обратно, и ты такой, и говорят, смотри, Аня, вот теперь тебе глаза, так ты будешь их чувствовать. И я такая, нет, я не согласна. И заказала, в общем, себе очки, которые отражают вот этот вот компьютерный свет без диоптрий. Вот так что я тут иногда играю в училку за компьютером, просто плюс 10 к строгости. Правда, даже если ты в толстовке домашней как бы сидишь. Да, почему-то я такая обжаренная сегодня, я не пойму, почему. Вот делюсь с вами таким неплохим настроением, значит. На последнем видео статистика что-то как-то не очень. По всей видимости, подборочка из книг, которые я выложила, вам не зашла. Может быть, книжки скучные? Ребята, скажите мне, пожалуйста, я просто на самом деле адепта классики. Вы же знаете меня, да? Вы же знаете, что я люблю читать классику. И вот как бы и книги тоже классические. Вам не нравятся классические книжки, да? Ну, вы знаете, это такое предубеждение. Надо с этим бороться. Я считаю, что надо с этим бороться. Надо читать классику. Это же прекрасно. Опыт. Это все опыт. Джон Ирвинг тоже опыт. Просто он поновее, а тот постарее. Так, короче, я что-то наболтала целый триллион. Секундомер. Уважаемая Аня, моя дорогая подписчица, которая посмотрела в прошлый раз мои 24 часа чтения, сказала, что ей понравилось. Она очень ждала Бажанглза. Вот, смотрите. Я сейчас буду читать в ожидании Бажанглза. Я так хотела, я так ждала и откладывала. Потрясающе пахнущая книжечка. Ну что за чудеса? Что это? Журавль. Будем же читать про журавля. У меня такое настроение игривое. Просто в шоке. Мне кажется, что я немножко вжаренная. Непонятно по какой причине. Потому что час назад у меня было просто совершенно паршивейшее настроение. Я пойду сейчас, надеюсь, закончу уже до конца с этим всем видосиком. Поплачу над статистикой последнего видео и начну читать. Сегодня, возможно, есть два варианта развития событий. Так скажем. Значит, первый вариант это то, что я останусь дома и как последний книжный червячина буду, значит, сидеть и только читать книжечки. И, значит, сетовать на то, что мне дует из окошка. Либо я все-таки решусь и пойду прогуляться. И, может быть, возьму вас с собой. Посмотрим, короче, как сегодня проведем день. Но пока я буду дома, почитаю сейчас какое-то время. Если что, подключусь к вам. Да. Это моя правдивая история, где правда вывернута наизнанку. Потому что в жизни так бывает очень часто. Я чувствую, что эта книга разобьет мне сердце. Почему вы меня не предупредили? Я сейчас только что просто хохотала в голос. Реально крутая книга. Реально есть ритм. Реально есть музыкальность. Я на 65-й странице читаю третью часть. И должна сказать, что книжки Фантом Брес повышают мою читательскую самооценку. Потому что кажется, что я читаю очень быстро. На самом деле просто здесь мало текста на страничке. Большие отступы, да. Поэтому так все быстро летит. Там спустя полчаса ты уже дофига прочитал. Азбука просто опускает твою самооценку. Фантом Брес поднимает. Класс. В репликах персонажей здесь есть рифма. Так прикольно читать. Как будто белый стих какой-то. Очень интересно. Душевная книга. Прямо весело мне так. Но я понимаю, что вот в этом безумии спрятано кое-что очень острое. И возможно то, что разобьет сердечко. Я это просто чувствую. Какую-то вот иголочку в стоге сена. Мое читательское сердечко чувствует. Так не может быть просто. Просто так не может быть. Такая книга, конечно, интересная. Такое очень забавное настроение. Вот у меня похожее было, когда я читала «Пену дней». Да, есть схожесть в настроении. Сейчас дочитаю главу. Пойду поем и продолжим чтение. Посмотрим, может быть, пойдем на улицу. Ну вот, я уже чувствую, что начинается. Да, если постоянно так ртать, то никаких глаз не хватит. Я дочитала в ожидании Бажанглза только что. И еле сдержалась, чтобы снова не выплакать все глаза. Потому что я вчера выплакала их еще на виноделах. А сегодня еще эта история, конечно, конец разбивает сердечко просто в щепки. Я должна признаться, что эффект не совсем такой, как от «Пену дней». Это чуть-чуть другое. Здесь нет того электричества, которое есть. Но от этого книга не хуже. Здесь просто вообще чуть-чуть другая атмосферка. Мне от этой книги больнее, чем от «Пену дней». Честно говоря, я не думала, что так все закончится. Впечатление от АСС. Я бы хотела поблагодарить еще раз свою подписчицу, которая сподвигла меня. Аня, спасибо большое. Чудесная книга. Полагаю, что такие произведения остаются в человеке надолго. Я думаю, что во мне эта книга тоже останется. На мой взгляд, это одна из тех историй, которые со временем только созревают в душе. И ты начинаешь любить такие истории сильнее, чем сразу после прочтения. Душераздирающий финал, конечно. Что тут говорить? Хочу сказать, что здесь такой очень легкий магический реализм. Прям действительно волшебство. Не странный магический реализм, типа как у Маркеса. А вот прям волшебный магический реализм. Другой. Он легкий, от него прям-то какая-то дымка остается. Правду говорят, что если вам нравится «Пену дней», то это вообще. Но это даже легче, с одной стороны. А с другой стороны, более пронзительная история. Но французы эти, как напишут что-то. Ум за разум, что называется. Просто капец. Я очень быстро это прочла. И это так... О-о-о-о. Я не знаю, что еще рассказать. Если я буду рассказывать сюжет, это будет вообще один сплошной спойлер. Здесь ничего не расскажешь. Кроме того, что здесь история о семье, мамочка, папа, сын и журавлиха. Вот это, пожалуй, все, что вы должны знать об этом. И повествование ведется от лица сына и немножечко от лица папы. Там есть вкрапление из его дневника. Что-то вроде этого. Между тем, на самом деле, еще 17, 54, 6 часов вечера я вообще никуда не ходила. Я просто все это время тусила дома. Три чашки чая выпитых, две чашки кофе. По крайней мере, я живой. Вчера кто лег в 3 часа ночи и сегодня встал в 8, тот я. В принципе, еще, наверное, сегодня что-нибудь начну читать. Потому что может статься так, что завтра не будет больше свободного времени, чем было у меня сегодня. Короче, планирую сегодня выбраться из дома. Сейчас посмотрим. Похожу. Если что, подключусь к вам еще разок. А пока я буду пить очередную чашку кофе, я пойду проверю статистику на ютубе. Потому что вы не хотите смотреть мои видео и подписываться не хотите. Боже, ну и книга. Время на перемещение в телефон. Так, значит, что я возьму читать следующее осталось решить. Я смотрю на светлую печаль Абы Лавандер. Уже брала ее. Смотрю снова. Не знаю по поводу Лиша. Может быть, в конце третьей книжкой взять. Здесь я думала про... Уп! Раскольников с бабкой хотели убежать. Здесь я думала про Каталин Дориан Флореску. Но это какая-то очень, очень, очень грустная книжка. И я не уверена, что я хочу сейчас такое читать. Вот еще. Это очень весело должно быть. Но вообще я смотрю вот на это. Я, наверное, возьму ее. Просто потому, что что-то так хочется. Я не знаю. Прям смотрю на нее со всей силы. Если начать ее читать сегодня, в принципе, то завтра к вечеру я могу ее закончить. Как вы считаете? Боже, я соорудила тут такую конструкцию. Надеюсь, что ничего не упадет. Ребята, у меня сейчас день. День второй. Жуткий дождь, неприятный на улице. Хотела сегодня вам поснимать красивые кадры, как мы читаем на улице. На террасиках хотела вчера. Но вот погода испортилась. И походу не в эти три дня чтения, но в какой-нибудь другой тоже влоговый формат. Мы с вами почитаем. Я вчера читала станцию на пути туда, где Луджев. Вот столько прочла. Это 124-я страница. И это очень нервная история. Прям очень напряженная. Все как в аннотации. Отец забирает мальчика у его мамы. Родители в разводе, да? Забирает мальчика, сына, чтобы провести с ним какое-то время. Потусоваться. Сын очень рад. Очень долго маму убалтывал. Мама сомневалась. Но в итоге согласилась. Папа забрал мальчика. Они едут. И вот они едут по трассе. По какой-то объездной. Среди леса. И я понимаю, что сейчас что-то будет происходить. Что-то очень страшное. Потому что в самом начале повествование ведется от лица мальчика. Это вроде его дневника. И мальчик, уже повзрослевший. То есть мужчина говорит, что вот, если бы я обращал внимание на мелочи, я бы все понял, если бы то, все было бы иначе. Мне сейчас так плохо. Все было плохо. Сейчас плохо и было плохо. И будет плохо. Очень негативно настроенный человек. Взрослый уже, да? Описывает историю, которая с ним тогда произошла. И мне, конечно, это не очень нравится. Вот это вот страдание. Прямо попахивает каким-то занудством. Ну, короче, я понимаю. Там, скорее всего, у человека психологическая травма. Он как-то рефлексирует на эту тему. Окей. Ну, короче, такая достаточно нервная история. И я прямо так вчера неуютно себя чувствовала, как на иголках будто бы. Потому что это еще происходит с ребенком. И там батя ему откровенно врет. Ой. Ну, то есть, если бы я это слышал со стороны взрослого человека, взрослый человек понял бы, что отец обманывает сына. И я вот это сейчас понимаю. Мне прям... В общем, вообще неприятно. Короче, такая интересная история. Книги Фантом Пресса читаются достаточно быстро. Я надеюсь ее сегодня осилить. Вообще, сегодня я на выездах. Я не дома. Не знаю, сколько времени у меня будет, чтобы почитать. Но я постараюсь урывать кусочки в течение дня. Вообще, я приехала к родителям в гости. И они живут у меня в селе. Тут люди ходят мимо машины. Они живут в селе. Здесь зелено, прекрасно. Я хотела вам показать там всякие красоты. Но сегодня, видите, как пасмурно. Может быть, в течение дня я обойду гулять. Прогуляюсь по скверу. Засниму вам там красивые цветочки, листочки, дождик. В общем, посмотрим. Может, что-нибудь придумаем. Чем-нибудь с вами позанимаемся. Интересно. Если нет, то подключусь к вам вечером и поболтаем еще. Я до сих пор вспоминаю Бажанглза. И вот эта вот пронзительность этой истории просто... Уф. Конечно, после той книги начинать читать такую... Не подходит по настроению. Вообще, я уже нацелилась на следующую книжку. Уже придумала. Мне кажется, что это будет лишь. Требует душа какой-то такой истории. Очень хочется почитать почему-то лишь. Ладно, все, пошла. Поехала, точнее. Поехала, точнее. Ребята, у меня ночь. Уже я дочитала станция на пути туда, где лучше Бенджамина Вуда. Честно говоря, сегодня у меня вообще не было времени там что-то снимать особенно. Так что надеюсь, вы меня простите за такую скудноту кадров сегодняшних. Я все, что успела там понаснимать вам на улице, я надеюсь, вставлю в этот влог. Просто закрутилась. Сорян. Сегодня второй день из трех. Я прочитала вторую книжку из трех. Собой довольна. Здесь 360 страниц. Книжку эту, если вы соберетесь читать, читайте ее за один присест, за два. Не стоит рассядывать эту историю. Потеряете к ней интерес. Впечатление от книжки. Это прямо три с половиной, твердая четверка. Это действительно дневник человека, пережившего травму в детстве. С ним произошел просто трэш. Там просто чокнутый папаша вообще на всю голову. Страшное дело, что пришлось бежать мальчику. И вот когда я читала вот эту историю, которая случилась с ним в детстве, у меня было такое ощущение, что я смотрю какой-то фильм американский. Действие происходит в Англии. Но у меня было чувство, что я смотрю какой-то американский фильм, такой триллер какой-то второсортный. Вот они едут по этой дороге с отцом. Какая-то старая машина, знаете, какой-нибудь форт. И вот они катят по этой трассе асфальтированной. Вот эти сосны, как вот на обложке, да, нарисованы. Просто они едут сквозь лес, останавливаются на каких-то дурацких этих заправках, сбегала в каких-то бабах. Едят какие-то яичницы с сосисками. Ну, понимаете, да, такая атмосферка. В общем, мне казалось, что я смотрю какой-то дурацкий фильм американский. Очередной. Ну, типа, тривиальный сюжет. И после описания всей этой истории, которая случилась с мальчиком, там, естественно, происходит переработка детской травмы. Взрослый человек делится с нами какими-то своими мыслями относительно его в жизни взрослой, там, спустя 30 с лишним лет. И я такая, блин, я читала это уже у Донны Тарт. Дело в том, что «Щегол» — это просто 800 страниц сплошной проработки детской психологической травмы. Как бы причем травмы достаточно похожи в этих книгах. И Донна Тарт сделала это просто супермастерски. А это для меня, конечно, было что-то новое и очень меня впечатлило. И эта история оказалась для меня достаточно вторичной в этом смысле. Ну, вы посмотрите на объем, да, там 800 страниц. И там просто глубочайшее проникновение в голову персонажа. То здесь, ну, что-то такое. Легковато. После «Щегла» легковато, честно говоря. В принципе, если вы еще не знакомились с темой детских психологических травм, да, когда там один из членов семьи, с ним что-то случилось. Или там в семье батя супер чеканутый абьюзер. То вот это вот, в принципе, неплохой вариант познакомиться с этой темой. Но если вы читали «Щегла», это будет, ну, такое. Но я должна отметить. Так бывает, что в книжках последней страницы все переворачивают. И здесь последние, вот буквально, 10 строчек, они вообще перевернули все. Просто перевернули все. Все, что было написано до, то я стала воспринимать иначе. После последних 10 строчек. Поэтому, ребята, еще раз, если вы соберетесь читать, я прошу вас не открывать последнюю страницу и не пытаться прочесть последние строчки. Просто не надо, потому что вы сломаете себе вообще все. Серьезно. Вот здесь фишка всей книги в последних строчках. Если бы не они, я бы залепила книги тройку. Ну, потому что это такое. Мне не очень понравилось. Особенно, если вы, знаете, любите триллеры, там, детективы. Здесь такая тоже немножко загадочная история. Если вы это любите, то это будет, ну, так, скучновато, душновато вам будет. В принципе, во многих моментах ты устаешь, ты встанешь, думаешь, боже, какая душная книжка. Я до последней страницы практически так думала. Но вот последняя страничка способна изменить отношение к книжке. Шутка ли? Короче, неплохая книжка. В принципе, я не жалею, что с ней познакомилась. Очень хорошо, красивая обложка. Очень хорошо сидит на моих полочках и будет продолжать там сидеть. Завтра возьмем с вами третью книжку. Я практически уверена, что это будет лишь Эндрю Шона Грира. Надеюсь, что вы не против. Я что-то не хочу ничего другое читать просто из того, что есть у меня на полках. Может быть, и хотела бы, но я захотела бы взять какую-нибудь толстенную книжечку. Но я бы начала, прочла 200 страниц, и мне было бы не о чем вам рассказать. Лучше в каком-нибудь другом формате расскажу вам о толстых книжечках, правда. Пойду с чистой совестью спать. Все, магия монтажа. Сейчас встретимся через секунду. Ну, сегодня хотя бы дождя нет. Уже хорошо. Маленький ботиночек. Ну что, наконец мы с тобой встретились. Лишулечка. Класс, медитативная книжка. Капец, тут гигантские отступы. Надеюсь, что быстро прочитается. Сеанс плача утреннего по поводу статистики. И последнего видео на ютубе окончен. Я вчера дочитала станции на пути туда, где лучше. Подключалась к вам среди ночи, даже что-то рассказывала. Сейчас. Взяла с полки еще раз. На самом деле, вот сейчас прошло какое-то время. Ночь я проспала, сегодня проснулась. Ну, такое достаточно приятное впечатление от книги, надо признаться. Ничего особенного. Скорее всего потому, что вот эта история про детскую психологическую травму действительно в щегле была так подробно рассказана, что такие вот вещи, они мне уже просто, ну, как мертвому припарка, что называется. Конечно, неплохая книжка, чтобы провести там вечерочек. Лучше читать залпом, конечно, ну или парочку, если совсем не успеваете. Я сейчас приближу вас и покажу некоторые литературные приемы интересные, которые автор использовал в этой книжке. Многие разговоры тут выглядят как расписанные по ролям, как будто бы это какая-то драма, написанная для театральной постановки, да, какая-то пьеса. В общем, интересно, помимо всего прочего. И еще главный герой в книге слушает аудиокнигу, да, аудиокассету. И вот интересно так, чтобы создать атмосферу, когда начинает пленку заедать, ставится значок стоп, перемотка назад, и потом снова плей, и снова повторяется предыдущая строчка. И так вот интересный прием создает атмосферу. В этой книжке все-таки есть какие-то такие вещи. любопытные. Но в языке, конечно, ничего особенного нет. Ничего такого прям суперклассного я не заметила. Именно вот то, что привлекает меня красивым языком, какими-то такими суперкрасивыми вещами, наверное, здесь, ну, нет. Короче, сегодня день 3. Я сейчас смотрела статистику, пока то, пока сё, у меня 12 часов дня. Чуть-чуть почитала Лиша. Интересно. Мне нравится язык, которым написан Лиш, пока ничего не могу конкретного сказать. Сначала, когда я там пробежала с первой буквально 20 страниц, я такая думаю, что это такое, какая-то легкотня. А потом он какую-то там пару фразочек завернул, каких-то абзацев. И я такая, о, интересно. Согласно, интересно, конечно, давайте почитаем. Хорошо, согласна. Так что, в принципе, такой интересный сюжетец. Посмотрим, что выйдет. Будет он тут путешествовать, будет интересно. Вместе с ним это делать тоже. К тому же я знаю, что этот Лиш достаточно непутевый, малый. В принципе, это заметно даже на первых страницах этой книжки. Прикольно. Надеюсь, что я успею дочитать без жертв, не среди ночи. Хотя маловероятно, конечно, но я такой вот чтец ночной. Что сделаешь? Помимо чтения, у меня сегодня еще есть дела. Мне нужно сходить на тренировку и в магазин за новым объективом. Тот, который сейчас у меня есть, совсем никуда не годится. Нужно скорее исправлять эту ситуацию. Поэтому будем забирать новый объективчик. И я надеюсь взять вас с собой. Так что, в принципе, сегодня достаточно активный день такой. Мне так ужасно хочется спать вообще. Упдейт. Я на 126-й странице. Наш Артур Лиш сейчас был в Турине. И сейчас поедет в Германию. В общем, он уже в путешествии. Мне нравится, как Эндрю Шон Грир вплетает в повествование В принципе, то, что происходит с нашим главным героем в реальной жизни. То, что с ним происходило когда-то. То есть он пересказывает нам жизнь Артура Лиша. И прям вот между строк мысли персонажа путаются с происходящим сейчас. Крутой прием. Нравится. Интересно разбираться. Интересно привлекает. По поводу премии не знаю, но это прикольная книжка. Реально. Помимо того, что она по-простому о сложном заставляет задуматься о многих таких человеческих качествах. О том, как бывает справедлива и несправедлива жизнь. Как вообще все может происходить. Сорян, дети за окном орут. Помимо всего прочего, это просто очень увлекательная история. За счет того, что вот нам карта за картой автор раскрывает жизнь персонажа. Что-то, какие-то подробности, из-за которых он стал тем, кем представляется в книжке. Благодаря вот этому постепенному раскрытию как бы сохраняется интрига. Круто. Сегодня дочитаю 100%. Эстетическое удовольствие от издания попкорна. Просто у меня уже бачок потик сидеть дома. Хотела пойти на тренировку, но не выходит. Сегодня не успею не дочитать книжку. Тогда еще есть другие планы, возможные, конечно. Но за объективом я сходить должна. Так что возьму вас с собой, немножко проветримся. Заберем в магазине мой новый объектив. И, возможно, даже попробуем его с вами сегодня. Короче, только что была съедена без зазрения совести шаурма с телятиной, и я приняла решение пойти в магазин. Я выложила книжные покупки прошлые, и там показывала книжку Питера Акрейда, Кларкенвельские рассказы. И меня написали в комментариях, где я вошла. И это такой магазин, как вам сказать? Он вроде как оптовый, он очень дешевый. И там иногда просто такие книжки находятся. Ты не поверишь, что называется. Так что сейчас пойду проверю, что там есть интересного. Смотрите, сколько эксклюзивных классов. Все, 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 все. Ребята, посмотрите, что. Поняли? Это вообще старье. Просто старье. Ну, будем учиться, расчет. Поняли? Ребята, крутой улов. Вот такой вот Aldous Huxley. Я говорила в последних покупках, что надо, наверное, купить и третью, чтобы все было в коллекции. В твердом переплете даже нашла, представляете? Вот Дивный новый мир. И вот такая вот вещь. Ричард Йейтс. Плач юных сердец. Какой-то самый зрелый его роман. Я слышала краем уха об этом писателе. Написано, что это один из величайших, точнее, лучших американских авторов 20 века. Честно, не знаю. Хорошо это или плохо, что я не слышала, но вот такая книга. Старые издания азбуки. Вы можете себе представить? Просто в этом магазине. Ну, вы видели, я вам там немножко понаснимала. 2011 год. Вот шутка ли? Почему-то я обожаю спасать старые книжки. Продолжение следует... Всем привет из следующего дня. Должна с вами объясниться. Я вчера показывала, вот, как купила объектив. В общем, не задалось. Мягко говоря, этот объектив мне немножечко не подошел. Ну, как немножечко, совсем не подошел. И я решила его вернуть в магазин. Так что сегодня занималась процедурой возврата. Только что сидела за монтажом вот этого самого ролика, который вы смотрите. Обнаружила, что конца влога-то нет. Потому что я вчера так расстроилась, что вообще не захотелось снимать. Но лишь Грира я дочитала. Так что сейчас будем подводить итоги марафона. И заодно расскажу вам о впечатлении от этой потрясающей книжки. И начну, кстати, с нее. Первое, о чем я хочу сказать по поводу этой книги. Мне кажется, что я ни разу так и не сказала о сюжете. Несмотря на то, что он многим людям знаком, я все же повторюсь. Главный герой Артур Лиш. Он такой мелкий романист. Роман живет в Америке, в Сан-Франциско. И он гей. Ему 49 лет и вот-вот стукнет 50. Его проблема в том, что он очень одинокий человек. И дружочек, который у него был, его парень, бывший сейчас уже, выходит замуж как раз накануне его дня рождения. И его приглашают на свадьбу. Он очень расстраивается по этому поводу, потому что этого парня все еще любит. И для того, чтобы не принимать приглашение на свадьбу, он принимает все заявки, которые были у него на работе, какие-то предложения по работе, и пускается в кругосветное путешествие. И вот в этом кругосветном путешествии нашему Артуру приходят всякие инсайды. Он встречает разных людей, кое-что понимает в своей жизни. И вот к чему это все приведет. Его кругосветное путешествие. Такой вот сюжет. Если вам он покажется тривиальным, то нет, он не тривиальный. Это очень легкая история. Но вместе с тем, мне кажется, что в этой книге есть просто абзацы, есть строчки, предложения, некоторые мысли, которые подчеркивают все люди на Земле. Мне кажется, что на эти страницы сфотографированы сотни раз на телефон, и сотни карандашей, и ручек подчеркивали эти строчки, и клеили на них стикеры. Все, что касается любви, то, что касается нашего самоощущения, нашего взгляда на какие-то вещи в 21 веке. Это все вне зависимости от того, какого ты пола, кого ты любишь или не любишь, в какой стране ты живешь, какой ты национальности. Этот язык будет понятен абсолютно всем. Про себя могу сказать, что книжка мне, конечно же, очень понравилась. Я вообще не знаю, кому она может не понравиться. Здесь столько нежности, здесь столько доброты, веры, надежды на будущее. Это очень лучистое произведение. После него прямо какая-то теплота остается в груди. Здесь вот хэппи-энд, вера в то, что все может хорошо заканчиваться. Ну, просто суперочаровательная книга. После нее остается офигенно классное настроение. И вот ее совсем несложно читать. Бывает так, что автор может там завернуть некоторый абзац. Ты такой, значит, ты умеешь, да? Вместе с тем, это все очень легко. И от этой книги мозг не может устать. Вы просто можете ее читать прямо залпом, и вы не устанете. Для меня, конечно, как для человека, который проводит марафон 3 на 3, это было, наоборот, даже на руку. К тому же, я читала Лиша в последний день такого активного чтения. У меня уже, честно говоря, там чуть-чуть поплыла я в конце дня. Но вообще, это не помешало восприятию книгу. Книги, она совершенно легкая. Короче, если вы еще не знакомились с Лишем, от всей души советую. Мне кажется, что летом читать эту книгу вообще прикольно. На каникулах, в отпуске, отдыхать с ней. Особенно, если у вас не очень настроение, да? После какого-то рабочего подхода, назовем это так. Эта книга способна просто поднять ваше настроение из минус бесконечности до луны, буквально. Так что, классная книжка, 5 из 5. Следующее, давайте поговорим о в ожидании по жангл за Оливье Бордо. В принципе, в первый день я достаточно хорошо обо всем рассказала, обо всех своих впечатлениях. И вот сегодня, да, третий день после прочтения. И вот ни чуточку, ни капельки не стало там впечатление хуже. Оно не стерлось, ничем не забросалось, да, последующими прочитанными книжками. Офигенная история. От всей души советую вам прочитать ее залпом. Вот просто освободите себе два часа времени. Просто сядьте за стол, лягте на диван, где вы обычно читаете, налейте себе чайку. И вот просто прочтите залпом, не отвлекаясь там на поход в магазин, куда-то еще. Прочтите эту книгу за один присест, и это будет максимальный эффект. Вы прямо почувствуете вот эту стремительность истории. Вы настолько проникнетесь ею. Потому что история вообще небольшая по сути. Это вроде повесть, но какая просто... Как будто в черепную коробку на протяжении всей книжки. Мне стучали и говорили, что вот-вот сейчас что-то произойдет. Вот-вот-вот-вот, и ты это чувствуешь, это все нагнетается. Офигенная книга, небольшая. И вот это яркий пример того, насколько небольшая книга может быть крутой. Вы представляете, какая подлота просто? Как это еще назвать? Три дня, а солнца не было. И тут, когда я закончила снимать марафон, вот оно, пожалуйста. Че ты пришло-то? А все, уже не надо извиняться. Уже как бы все. А все, все надо было раньше. Следующая книга, которую я хочу вам сказать, она понравилась мне меньше всех. Станция на пути туда, где лучше. Бенджамина Вода. Прочла ее позавчера, во второй день марафона. Ну и в принципе, вот сейчас два дня прошло после прочтения, и впечатления те же. Ну так. Она как бы нормальная. Ну, честно говоря, вот уже прошло время, и я такая, хм. Ну есть в конце. Вот это вот, если бы не последние 10 строчек, я бы заанхолила нафиг. Может быть, я просто чего-то еще не понимаю. Может быть, у меня просто нет своих детей, поэтому я не так воспринимаю эту историю. Ну черт, Дона Тарт просто так все описала, что подобные ей истории кажутся мне каким-то... Не знаю, как еще сказать. Нормальная книжка, нормальная. На три с половиной. Ну на четыре, ладно. Ну так. Подводя итоги, за три дня я прочла три книги. Ни одной плохой книжки не было. Была одна нормальная и две суперкрутых. Честно говоря, я очень рада, что прочитала эти книжки в марафоне, потому что теперь у меня с ними связаны очень приятные воспоминания. Я надеюсь, что вам понравился мой влог. Спасибо большое, что досмотрели до этого момента. Я была очень рада провести с вами это время. Напишите мне, пожалуйста, внизу в комментариях, если вы читали какие-то из этих книг. Понравилось ли вам или нет? Давайте с вами подискутируем над темой на какие-нибудь. Также напишите мне, какие книги вы бы хотели, чтобы я еще читала в подобном формате. Может быть, у вас предложение есть ко мне. Может быть, вы хотите услышать какую-то реакцию мою на какой-то из книжек ваших любимых. Я буду очень ждать вас в комментариях. Спасибо большое, что посмотрели мое видео. Всем новичкам привет. Всем постоянным подписчикам объятия. Подписывайтесь на канал, если вы еще не отставьте лайки, колокольчик. Моему каналу это будет очень полезно, а мне очень-очень приятно. Крепко вас обнимаю. Встретимся в следующем ролике. Спасибо за просмотр еще раз. Пока!